Глава 29. Замечательная Допровская корзинка Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из быстрой упака выстроилось длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались. А куда очередь стоит? — спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, слово охотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей, а дальше всех стоял полисов. — Дожились! — говорил брандмейстер. — Скоро все на жмых перейдем! В двадцатом-то году! И того лучше было! Муки в городе осталось на четыре дня! Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полисовым в спор и ссылались на Старгородскую правду. Доказав Полисову, как дважды два четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди. Молодцы из быстрой упака, закупив всю муку в Лабазе, перешли на Бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. В два дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Госмагазины и кооперативы, распродав дневной запас товаров в два часа, требовали подкреплений. Очереди стояли уже повсюду. Не хватало круп, подсолнечного масла, керосину, дрожжей, печеного хлеба и молока. На экстренном заседании в ГУП исполкоме выяснилось, что распроданы уже двухнедельные запасы. Представители кооперации госторговли предложили до прибытия находящегося в пути продовольствия ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и пять фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в очереди за Сахаром стоял Альхин. За ним его жена Сашхин, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать презреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачив из магазина Старгеко полпуда Сахару, Альхин увел свою очередь в другой кооператив. Клиня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку, Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхин хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхин застенчиво перепродавал в частной лавочке добытый сахар, муку, чай и маркизет. Полисов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, много-значительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде с Мечи и Урала подпольной организацией. Губернатор Дядьев заработал в один день 10 тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена. Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала ему покоя. Шедшие по городу слухи испугали его в конец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме. — Слушай, Генриетто, — сказал он жене, — пора бы уже переносить мануфактуру-то к Шурину. — А что, разве придут? — спросила Генриетто Кислярская. — Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть. Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь. Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь Шурин состоит членом профсоюза и ничего. А этому обязательно надо быть красным купцом. Генриетто не знала, что судьба возвела ее мужа в председателя биржевого комитета. Поэтому она была спокойна. — Может быть, я не приду ночевать? — сказал Кислярский. — Тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники? — Может быть, возьмешь с собой примус? — Ага. Так тебе и разрешат держать в камере примус. Дай мне лучше мою корзинку. У Кислярского была специальная допровская корзинка. Сделанная по специальному заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать. В полуразвернутом — столик. Кроме того, она заменяла шкаф. В ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье. — Можешь меня не провожать, — сказал опытный муж. — Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. Все, до свидания. А Рубенс может и подождать. И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку. — Куда вы? Гражданин Кислярский! — окликнул Полисов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за дерево, подбирался к изоляторам. — Иду сознаваться! — ответил Кислярский. — В чем? — В мече и орале. Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладными карманчиками для часов, неторопливо пошел в прокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к дяде его. — Кислярский провокатор! — закричал брандмейстер. — Только что пошел доносить! Его еще видно! — Как? И корзинка при нем? — ужаснулся старгородский губернатор. — Да! При нем! — дядев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубенс денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал словно курица, снесший яйцо, и побежал к Владе с Никешей. А между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губ прокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил. — А как же деньги? — спросил Рубенс. — За деньгами придете к жене. — А почему вы с корзинкой? — подозрительно осведомился Рубенс. — Иду в баню. — Ну, желаю вам легкого пара. Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую бонбон де Варсави. Выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губ прокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано. Губернский прокурор. И вежливо постучал. — Да-да, можно! — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос прокурора. Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью. Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации Меча и Орала. Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем. Вот он! — воскликнул дядьев. — Самый главный октябрист! — Во-первых, — сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу. — Во-первых, я не октябрист. Затем я всегда сочувствовал советской власти. А в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого... — Красноармейская! — закричал дядьев. — Номер три! — хором сообщили Владя и Никеша. — Во двор и налево! — добавил Виктор Михайлович. — Я могу показать! Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну, Ипполита Матвеевича и его загадочного спутника. Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно. По делу пустой, как видно, организации Меча и Орала шло следствие. Единственным важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который, несомненно, имел связи с парижской эмиграцией. Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товаром для своей лавочки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустела о молодом супруге, томящемся на заседаниях малого совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения. Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего Старгородского Ареопага, металлокарта с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя, пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты, пиковые короли, и увели прорицательницу в казенный дом к прокурору. Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом о клетку и первый раз в жизни заговорил человеческим голосом. «Доложились!» — сказал он сардонически и выдернул из подмышки перышко. Мадам Грицацуева Бендер в страхе кинулась к дверям. Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уходом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полисов. «При наличии отсутствия!» — раздраженно сказала птица. И, перевернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря. «Но как вам это понравится? Вдовица!» «Мать моя!» — простонала вдовица. «В каком полку служили?» — спросил попугай голосом Бендера. «Крах! Европа нам поможет!» После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет. «Папка дурак!» Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич, похудевший после смерти бабушки. «По объявлению!» — сказал Варфоломеич. «Два часа жду, барышня!» Тяжелое копыто предчувствия ударило грецацу его в сердце. «Ох!» — запела вдова. «Истомилась душенька!» «Это от вас, кажется, ушел гражданин Бендер. Вы объявление-то давали!» Вдова упала на мешки с мукой. «Какие у вас организмы-то слабые?» — сладко сказал Варфоломеич. «И я бы хотел с первоначалу насчет вознаграждения уяснить себе». «Ох! Все берите! Ничего мне теперь не жалко!» — причитала чувствительная вдова. «Ага! Так вот! Мне известно пребывание сыночка вашего обендера. Какое же вознаграждение-то будет?» «Все берите!» — повторила вдова. «Двадцать рублей!» — сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. Она была вся замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали. «Сколько?» — переспросила она. «Пятнадцать рублей!» — спустил в цену Варфоломеич. Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно. Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывая в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены. «Ну что ж, бог с вами. Пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило». Варфоломеич достал из записной книжечки две газетные вырезки и, не выпуская их из рук, стал читать. «Вот, извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит, умоляю. Ушел из дома товарищ Бендер. Зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Правильно ведь?» «Так, это старгородская правда, значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. «Вот, попал под лошадь. Да вы не убивайтесь, мадамочка. Дальше слушайте. Попал под лошадь. Да жив, жив. Говорю вам, жив. Мне, чтобы я за покойник и деньги бы брал. Так вот, попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 гражданин О. Бендер, пострадавший, отделался легким испугом. «Так вот, эти документики я вам предоставлю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило». Вдова с плачем отдала деньги. Муж. Ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая, извозчичья лошадь била копытом в его голубую гарусную грудь. Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа, безусловно, найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно. После ошеломительного удара, который нанес ему бесславный конец его бабушке, Варфоломеич стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в Старгородской правде, прочтя объявления. «Проп, пойтернем, коричнев масти, грудь, лапы, ошейн серые, утайку преслед, дост, ул, кооперативную 17-2». А рядом с ним замаскированное. «Прист, сука, низ, породы, темно-желт, четыре дня щит, своей, перележ, пер, шесть». Варфоломеич обходил объявителей и, убедившись, что сука одна и та же, еще до истечения трехдневного срока, доносил владельцу о местопребывании пропавшей собаки. Это приносило нерегулярный и неверный доход. Но после крушения грандиозных планов могла пригодиться и веревочка. Письмо отца Федора, писанное им в Ростове, в Водогрейде-Млечный путь, жене своей в уездный город Н. «Милая моя Катя, новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. Новоростцемент – это весьма большое учреждение, никто там инженера Брунца и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пусть в списках посмотрят». Пошел я в личный стол. Попросил. «Да, – сказали мне, – служил у нас такой. Ответственную работу исполнял. Только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку на службу «Вознефть» по делу техники безопасности. «Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Тут ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Путь готова ко всему. Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 рубля 25 копеек. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую. Погода здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить. Того и, гляди, украдут. Народ здесь бедовый. Не нравится мне город Ростов. По количеству народа населения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка. Бог даст и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда, совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли у нас еще Евстигнеев? Как там моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь в Воронеже у одра тетеньки. Гуленьки напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, произошедший со мной сегодня. Любуюсь тихим доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер, и унес в реку картузик брата твоего булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход. Купить английский кепи за 2 рубля 30 копеек. Брату твоему булочнику ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высыхает, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечный муж, Федя.